Моя профессия – мой успех. Под таким девизом в областном молодежном центре «Химик» прошел финальный этап областного конкурса «Лучший по профессии» среди инженерно-технических работников и рабочих промышленных предприятий. Повышение статуса и престижа таких профессий, выявление и поддержка лучших молодых специалистов, работающих на предприятиях и организациях Омской области, привлечение молодежи в производственную сферу – таковы главные задачи этого конкурса. Мы проводим еще этот конкурс второй год, он проходит в рамках долгосрочной целевой программы «Новое поколение». И мы уверены, что в следующем году и, наверное, в следующем тоже он будет проводиться, потому что интерес повышается. В прошлом году было меньшее количество участников, в этом году возрастает количество участников, возрастает количество болельщиков, которые приходят поболеть за своих конкурсантов. Но это, конечно, здорово, и мы рады, что этот конкурс набирает обороты, потому что прежде всего мы преследуем цель – это поддержка молодых специалистов, которые работают в предприятиях Омского региона. И вот они – лучшие. Семь финалистов ведущих предприятий Омской области, отобранные по результатам первого этапа конкурса. Участники представили видеоролики о своем предприятии и личные презентации о собственных успехах и достижениях. Конкурсанты рассказывали о себе и о своих профессиях в стихах, в театрализованных визитках, в песнях. А я люблю, и я люблю, и простую, и непростую. Тем же, если работаю пресс, и с заплатой люблю, и не без. Конкурс проводился Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта. Компетентное жюри определило лучших по следующим критериям – уровень образованности, профессионализма, перспективы дальнейшего роста. Финалисты конкурса отметили значимость проведения такого мероприятия. Мне было интересно очень принять участие. Для меня это на самом деле очень важно, так как я люблю свою работу, люблю свою профессию. Умение ставить перед собой цель и достигать ее – это важное качество настоящего профессионала. По итогам областного конкурса профмастерства определились трое лучших, лучших в своих профессии. Третье место заняла Олеся Свидзинская, лаборант химического анализа 4-го разряда, отдела химического контроля предприятия «Омский каучук». Вторым стал начальник бюро автоматизации производственного объединения «Иртыш» Дмитрий Мальгавка. Победителем был признан Олег Иванов, инженер-конструктор третьей категории конструкторского бюро транспортного машиностроения. Целью является действительно показать то, что ты лучший, доказать это, не просто показать. Мне очень понравилось, я что-то узнал о новых заводах, о новых предприятиях, рассказал о своем предприятии, рассказал, что мы делаем. Я считаю, это очень важно. Проведение таких конкурсов является отличным стимулом для молодых специалистов Омской области. Конкурс с каждым годом становится все более популярным и, несомненно, способствует росту профессионального мастерства работников предприятий нашего региона. Субтитры создавал DimaTorzok